Мы продолжаем наше занятие по книге «Душа Ватева. Природа и святость Рава Шерке». Мы разбираем раздел, который называется, если я не ошибаюсь, «Большой Торос небес», то есть «Святость божественной стороны». А мы сейчас находимся как бы в последнем параграфе этого обсуждения. Насколько я помню, там такая очень интересная идея о том, что дарование Торы не происходило как… Владимир Владимирович, условия были или причины были не такие, как принято считать, что вообще идея была такая, что все Синайское откровение, оно произошло почему? Из-за, пардон, недоверчивости еврейского народа. Вот почему? Потому что еврейский народ, он видел в Муше, в соответствии с традицией, которая передавалась с поколения в поколение, традиции от праотцов, о том, что, во-первых, ну, будет рабство, и рабство таки было, и что в рабстве появится освободитель, Гуэль, вот, который, ну, это как бы будет отшелек некую национальную идею. В чем заключается национальная идея? Это вывод из рабства, что произошло, освобождение от из рабства. И второе – это введение в землю Израиль. И все, как бы, было совершенно нормально, шло по плану. И тут вдруг такая штука, что этот вполне понятный национальный план, вдруг Муше вносит некоторую, грубо говоря, отсебятину. Да, я говорю немножко своими словами, как бы, утрирую вульгарно, но, тем не менее, мне кажется, это отражает Муше в шерке. И народу показалось, что Муше Рабейн, он, как бы, какой-то отсебятина получается. В чем отсебятина? Вот, что он говорит, что сейчас вот надо, как бы, подойти к горе, и будет дарование Торы. Тогда народ стал сомневаться, как бы, логично, и стал подумать, что Муше, он что-то такое от себя говорит. Либо он хочет продвинуть, как бы, идеи, которые он выучил в Медьяне, либо он, там, у фараонов что-то такое научился. Вот, он продвигает, как бы, некоторую идею, о которой вообще не было речи. Или в рамках того времени, что, может быть, речь идет вообще о каком-то втором боге. Да? И тогда народ, естественно, говорит ему, очень по-еврейски, ты знаешь, что, для того, чтобы мы тебе поверили, пускай Бог с нами разговаривает. Вот, если он будет разговаривать с нами, вот, тогда, как бы, все нормально, мы тогда поймем. Ну, так оно и произошло, и действительно, текстуально видно, что Всевышний, обращаясь к Муше, и, как бы, определяя рамку, для чего вообще все это событие, стояние у горы Синаи или Синаиское откровение, написано для того, чтобы поверили тебя, поверили в тебя, что ты мой пророк, да, и что ты говоришь, как бы, не от себя, ты говоришь мои слова, и в тебя поверили. Вот, как бы, это, как бы, была причина. Окей, теперь до последнего момента, до которого мы дошли, да, о том, что появляется новая идея. Какая идея? Кроме национальной идеи о освобождении от рамства и приведении в землю обетованной, о том, что говорили с отцом, появляется новая тема, которая выражается в знаменитой фразе, а именно а именно царство священников и народ святой, то есть речь идет о некотором универсальном предназначении, правильно, вот Андрей это выделил. Вот, насколько я помню, это, так сказать, в нескольких словах, это обрез того, до чего мы дошли. Андрей, как бы, я более-менее держался, как бы, да, ты, правда, немножко делал спойлер вперед, но, может быть, это... Ну, хорошо, зато народ будет знать, о чем будет речь, о чем будет речь, как бы, дальше. Хорошо? Окей. Значит, мы, не теряя время, мы продолжаем читать, пожалуйста, наша обычная просьба, пожелания, все возникающие вопросы, ответы, недоумения и так прочее, которые возникают не только у нас, но и у вас, да, пожалуйста, можно тут же озвучивать, перебивать, нет никаких проблем. Наоборот, я даже приветствую, потому что наше занятие, это наша форма, как бы, хеврут, а именно совместное обсуждение, а некоторые фронтальные лекции, изложение каких-то принципов. Окей? Ну, и вместе стараемся понять раввашерки, и вместе с пониманием раввашерки стараемся понять, как бы, свои собственные мысли тоже. Окей? Так, таковы имеются. Итак, читаем дальше. Акадыш баруумы, хадэш, шэлеам, исраэль, еш, иуд, баль, офи, дати, универсальный. Итак, Всевышний благословерил ООН, он, как бы, делает, ну, некоторое новшество. Новшество стандартное вредит называется хедуш. Хедуш – это новшество, приходит в синагогу и говорит, у меня есть хедуш. У меня есть что-то новое толкование, вот какой-то темы, там, недельного раздела. Говорится хедуш. Вот, в данном случае, Акадыш баруум, он сделал хедуш. Какой хедуш? Какой хедуш? Хедуш заключается в том, что у народа Израиля, у него есть иуд. Иуд – это предназначение. Слово аэн здесь, его нет, в слове иуде, там слово эй, слово благодарение. Но, тем не менее, по звучанию очень тоже похоже на слово еврей. Я думаю, это не случайно. Иуд похоже на иуде. Иуд – это предназначение. Что есть предназначение у народа Израиля? Какое? Бааль, офи. Бааль, офи. Которая характеризуется религиозным универсальным предназначением. Дальше. Шеотоли фиша эйн уми галэ. Которая до этого момента, об этом не было речи. Уми галэ. Всевышний не говорил об этом. Он, я думаю, здесь все-таки это Всевышний, да? Не говорил, не открывал народу Израиля. А именно, вот это знаменитое, как бы, сочетание. Мамлахит Куани в Гой Кадош. А именно, царство священников и народ святой. В скобках говорю, что вот в нашей недельной главе, которую мы только что читали, Порошат и Корах, да? Вот он как раз одна из главных таонот утверждений. Ну, в скобках демагогических, так как это делал Корах, было именно заключалось в том, что он утверждал, что Муше и Арону, зачем вы возноситесь над всеми, когда весь народ Кадош. Коля, Ам Кадош. И он как раз основывался на том, что все стояли у горы Синая, и про всех было сказано Мамлахит Куани. А если всем Мамлахит Куани, то что даже выделено Экуани? Это вот только что у нас было в Порошат, как бы, Корах. Дальше. «Вояво Муше выиграл изикнеам ваясам, ваясам лифнеэм, эткорад варимаэля ашэр цивау ашэм». И пришел Муше и созвал всех старейшин народа, да? И положил перед ними, озвучил, огласил, как хотите, да? Все те вещи или слова, которые заповедовал ему Всевышний. Да? Теперь объяснение этому. Какой был мессер? Какое было, как бы, заявление Муше? О чем? Вот сейчас Раф Шефкин нам объясняет, что происходило, потому что называется «Мерхарай Аклаин», то, что происходило за занавесом, за декорациями, за сценой. «Муше мауфи митнесикнеам». Муше появляется перед старейшими народа. «У мусер лаэм натохнит». И сообщает им план. План действий сообщает, да? «Адавар у бипхинат хидуш авурам». И это является для них некоторым новым делом, про которое раньше не слышали, что вот то самое слово «хидуш». Почему? Потому что им, с одной стороны, им было известно, им в смысле старейшинам, и через них, как бы, они представляют весь народ. Им было известно «альбо», о появлении, да, кого? «Гоэля». «Гоэль» – сильное слово «освободитель». От этого же слова – слово «гюла». Когда я иценись в виду «освобождение духовное», дальше «маших» и так дальше. Называется «гюла». В Иерусалиме есть район, который называется, очень известный район, Харидимный, который называется «гюла». Вот от этого же слова «гюла». Есть женское время, есть женское имя «гюла». Окей? Так вот, им было, от фрацов было известно о том, что появится «освободитель» Шицафуэлэйка, лэахнисам, которым ожидается, что он ведет их, в смысле народ, в землю Израиля. Ахэм локиблукольмасворат альторача, так и, да, лэинатэн». Но они не получили никакого предания, традиции в отношении дарования Торы или Торы, которая в будущем будет им дана. То есть, некоторого дополнительного учения. Окей? «Дварабшель Моше мурурим баэм хосарэмун». О! Это вот близко действительно к тому, что я сделал спойлер. Вернее, я был близок к этому. Окей? Значит, слова «мошэ», они в них пробуждают. Да? «Хосарэмун». «Хосарэмун» – это недоверие. «Имун» – это доверие. Соответственно, «хосарэмун» – это недоверие. «Хосар» – это «лак» по-английски, да? Недостаток чего-то. «Софэк». Более того, «софэк» – это тоже. «Софэк» – это… У меня есть «софэк», это у меня есть… Ну, как это по-русски «софэк»? «Сомнение». «Сомнение», правильно. Вот «софэк» – тоже такое сильное слово с отрицательным всегда значением. «Софэк». О чем вообще речь идет? Речь идет действительно о Слове Божьем, то есть о некотором послании Всевышнего. Или, может быть, «шма» – это всегда сослагательное направление. Или, может быть, речь идет о философии датит, религиозной философии. «Ага» – это который как бы придумал, придумал, дошел, философствовал и так дальше. Моше. Бармон пароа об Домидьян, который умудрствовал Моше в творце фараона, либо будучи в Мидьяне. Знак вопроса. Бэмусагим шелязмана ати, кадаварм мекабэль цура харифа одютер. А если мы будем думать в терминах древнего мира, то тогда вот этот «софэк» – это как бы недоверие, недорасумение, оно выражает, принимает дополнительно еще более жесткую форму. Какую? «Шмай Луахер», может быть, речь идет вообще о дополнительном «боге». «Шейнену Элуэй Аботээм», что вообще это не «бог их отцов». «Умид Галэ дэрх Турат Моше», который проявляется или показывает себя через вот это вот новое учение Моше. Вот такой у них возник «софэк». Как бы вполне логично, по-моему, представляется. Хотя мне никогда раньше это в голову не приходило, честно говоря. «Хосэрэмунзэ никар бэ пасукаба». И вот это вот отсутствие этого доверия, да, или возникшее сомнение, оно явственно видно или явствует. И следующего стиха. Какой следующий стих? «Ваяну колаам яхдаб ваямру». И ответил весь народ вместе. И сказали. «Коль ашер ди бэр ашем на асе все, что говорил Всевышний, сделаем». Обратите в важное, какое здесь ключевое слово. «Коль ашер ди бэр ашем». Они подчеркивают, все, что говорит Всевышний, будем делать. И понятно, что комментарий здесь такой. Все, что Всевышний говорил или говорит, мы будем делать. А то, что ты отсебятина гонишь, мы не будем этого делать. Дальше. «Ваяшек муше дивреям эл ашем». И муше передал слова народу Бога. Он, видимо, передал, что народ сказал, что все, что было до сих пор, мы принимаем. А то, что ты сейчас новое говоришь, это лом и кубаль алейно. Мы что-то не понимаем, что это такое. Ты отсебятина гонишь, или это действительно Всевышний говорит? Дальше. Ну да, и акцент здесь, в этом пасуке, мы чувствуем, что народ, он выражает желание делать только то, что говорил Всевышний. «Вело и тма». Можете только перерисать. «Витой маше муше медабет». А не то, что муше сейчас говорит. Да, в скобках я говорю. Добавляет себя. Муше добавляет от себя. «Коль ашер дибер на ашем на асе». Вот видите, здесь подчеркнут дибер ашем жирным. То есть все, что Всевышний говорил, мы будем делать. Да, то, что ты говоришь, нет. «Ках гам мудгаш бэ пасукаба ит». И это же видно, это акцентирование в следующем пасуке. «Вайом арашем эль муше». «Вайом арашем эль муше». И сказал Всевышний муше. «Ине анухи бай леха бэ афанан». Вот я спускаюсь к себе в облаке. Ну, как бы густом, наверное, что-то такое в облаке. «Аф» – это плотный. «Баавур и шмаам бэдваре имха». Для чего? «Баавур» – это для того, чтобы народ услышал мои слова. «Бэдабри имха». Чтобы народ услышал в моем говорении с тобой. То есть я буду говорить с тобой, и народ будет слышать. Как бы такая идея. А дальше в жирном рапширке выделяет. «И в тебя тоже поверят навечно». То есть народ увидит физически, или услышит физически, правильнее сказать, как я разговариваю с тобой. И когда он это физически услышит, тогда они в тебя поверят. «И в тебя тоже поверят навсегда, навечно». И Моше сообщил слова народу Всевышнему. «Имках гуваташем и». Итак, в соответствии с текстом Торе реакция Всевышнего заключается в следующем. «Ешь сорок, бэдгалут, альмнат шан, и даши, а то рак муше, я имет». Есть необходимость, бэдгалут. «Идгалут» – очень важное слово. Вот у нас тут уже было «геула», «галут». Там, правда, «геула» есть буква «алеф», слова «идгалут» этого нет. Но чувствуется, что это близкие по смыслу слова, высокую коннотацию. «Идгалут» – это некоторое проявление. Итак, есть необходимость, бэдгалут – проявление имеется в виду в проявлении Всевышнего, в его откровении. Причем «идгалут» имеется в виду именно как бы физическое проявление, то есть прочувствование Всевышнего. «Альмнат шан, и даши, для того, чтобы народ, он познал шатурат муше, я имет». Шатурат муше, а именно учение Моисеева, так переводится по-русски, является истинным. Как «гамы, фареш, раш». И это объяснение Рава Шерки, оно идет по комментарию Раши. Раши, который, как бы мы знаем, он пишет комментарий, который мы называем «пшат», который делает, у него есть свои правила, а именно выслать некоторую понятийную схему, сквозную, ко всей Торе. В отличие от Медраша, который берет отдельную вещь и может с ней как-то играть, заостряя, выстраивая какие-то новые модели и как-то подчеркивает какие-то концепции. А «пшат», он должен выстраивать некоторую понятийную схему, которая будет не противоречить это одна с другим. Поэтому в данном случае Рав Шерки переводит именно «раж», для того, чтобы показать, что это некоторые, не некоторые, в кавычках, не надуманный «драж», да, именно какая-то отвлеченная вещь, не связанная с другими пастуками, а это именно «пшат», в чем он заключается. А именно «я слышал», Всевышний говорит, «я слышал от них, что их желание услышать от тебя». А известно, что не похоже, то есть нельзя сравнивать, это неравновеликие вещи, когда слушают через посредника, «ми пи шалех», шалех, в данном случае это посредник, да, и «ми пи о мэлах», и от царя. Одно дело, когда приходит царский посланник и говорит, а вот царь говорит раз, два, три, четыре, пять. Окей, то тот, кому он берет, может сказать, послушай, это царь говорит, либо ты так переносишь. А когда он говорит, а когда он слышит «ми пи о мэлах», когда сам царь говорит, да, окей, это другое дело. Когда же полная аутентичность. Рационену ли рот эт малкену? Мы хотим видеть нашего царя. Все, так сказал народ. Все, не хотим сейчас, мы хотим, чтобы ты нам представил вживую доказательство. Мы хотим видеть, и я добавляю себя, слышать нашего царя. Это то, что было при сенальском откровении. Келомар, ашалех, 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 энену амин к муамелах. То есть, речь не о том, народ говорит, что посредник, он не аутентичен, не является такой же правдивой достоверностью посланник, как сам царь. Витахэн шиу муси фугурэ мидвара. И еще, может быть, что он добавляет, либо убавляет от слов царя. То есть, будет отсебятельно говоря, как бы, простым русским языком. А именно, завет с отцами, который был заключен Всевышним. Он содержал в себе, да, или содержит в себе рахевим. Рахевим – это элементы, да, элементы национальные. Кыгон, а именно, какие? Народ и страна. Вот народ и страна – это главный параметр любой национальной доктрины. И это было у евреев, да. Лукашер муше муше муакеш лоуси фурахевим датирим. А когда сейчас муше, он хочет добавить, да, в эту концепцию дополнительные элементы, составляющие, какие? Религиозные. Датирим – это религиозные. То есть, связанные с признанием Всевышнего и так дальше. А не то, чтобы быть рабами, иметь свое, стать народом, прийти в свою землю и так дальше. А муакеш этот галут аиши расши расшем. Это народ просит. Прямого проявления Всевышнего, явления Всевышнего, как угодно хотите сказать, да. А именно, рационально ли ротет малкейну. Мы хотим видеть нашего царя. Все, точка. Привет. Давай живое доказательство. Дальше. Гам, рам, бам, мэвээш, мэамат, арсинай, балы, цорах, и мут, нэвуат, муше. И также рам, бам, объясняет, что стояние, или синайское откровение, либо стояние у горы Синай, да, призвано служить тому, чтобы сделать верификацию, да, правдивость по-русски, да, пророчество муше. То есть то, что говорит муше, это не отсебятельность. Не то, что придумал муше, а это два раше. А именно это истинное слово Всевышнего. И вот таковы его слова, которые подтверждают это в разделе рамбама, который называется Илхот, Исудей, Тура. А именно законы основ Туры. Дальше идет большой как бы пасук из рамбама. Ну, мы быстренько его прочитаем, наверное, да. Итак, народ не поверил в муше, учителя нашего, по тем отот, можно сказать, знамениям, чудесам, которые он сделал, да. Почему? Потому что народ как бы поверил, потому что тот, кто верит в соответствии со знаками, пророчествами, чем-то так, человек приходит показывать что-то, что другой сделать не может, да. Но всегда в сердце это оставляет ощущение чего-то такого, я бы сказал, надумывая и типа иллюзиона. Да, не что-то правдивое, а что-то типа того, что тебя, в общем, каким-то образом мухлюют, грубо говоря, да. Называется Белатва Кишуф. Белатва Кишуф – это вот типа все эти определения иллюзионистов, да, этих, ну, да, иллюзионистов, знахарей, иллюзионистов. Все те, кто занимается тем, что делают что-то такое, что, в общем, народ в обычной жизни не видит. Ну и дальше такая фраза, но все, как бы, отот, все знамения, которые сделал Муше в пустыне, они были только, как бы, по нужде, то есть его вынуждало саме обстоятельство их делать, да, а не для того, чтобы сказать, вот, я такой пророк. То есть он их делал для того, чтобы это было связано, его обстоятельства вынуждали это сделать, а не то, что он изначально пришел и сказал, вот я вам сейчас такое сделаю, да, и из-за того, что вы увидите что-то сверхъестественное, то вы поймете, что я пророк. Это было не так, да. У тебя тут вопрос такой, интересно, а о каких, отот, но сегодняшний момент идет речь? В скалу ударял после этого, правильно? В скалу ударял после этого, какие-то, да, отот. Отот, это, по-видимому, то, что я себе представляю, что это, например, то, что были соревнования с египетскими жрецами, да, о том, что посох там в змею превращался и пятый-десятый, но опять, об этом речь идет. Но опять же, он там был вынужден делать, потому что у него было, как бы, некоторое сражение, соревнования с египетскими этими самыми жрецами. То есть они были рассчитаны на внешнюю аудиторию, а не для завоевания доверия у своего народа. Ну, скажем так, я так понимаю. Я не знаю, если вам кажется, что это не так, значит, скажите. Мне кажется, что это такая идея, да. А я царих Леошкея, это, а, да, вот, да, она пишет дальше, как раз правильно. А я царих Леошкея, это Митсраем, кара это ям. А, ну, вот, например, для того, чтобы потопить, даже, как бы, более сильно, ведь для того, чтобы, как бы, утопить египтян, был вынужден рассечь мертвое море. Это было связано с тем, что он не хотел, как бы, произвести впечатление на еврея. А это было связано с тем, что просто надо было спастись от египтян, поэтому он это сделал, да. Виац лейлан бетохо, да, и погрузить, значит, египтян в пучины морские, да, в пучину моря. Тахейну ле масону рит лану это ман, да, и для того, чтобы пропитать, значит, евреев, он спустил нам ман с неба. Почему? Потому что народ, надо было, народ, как бы, требовал еды, и надо было его накормить. Окей? Цамо бакала эм это эвен, да, и, опять же, ударил скалу, почему? Потому что народ был, жаждал, умирал от жажды, требовал воды, и поэтому должен был, как бы, рассечь скалу, да. Ну, и когда против него восстало, вот то, что как раз я говорил про сообщество Кераха, он был вынужден, как бы, сделать так, или, возможно, способствовать тому, чтобы, или привести к тому, чтобы земля разверлась и поглотила их. Но, опять же, не потому что он пришел к народу и от себя отвалил и сказал, вот смотрите, я пророк, почему? Сейчас перед вами развертся земля, и начнут показать на всякие фокусы, да. Вот земля развертывается. А почему? Потому что это было все равно с конкретным обстоятельством, надо было каким-то образом побороть Кераха, да. Вахен шар коле отот, и точно так же все остальные, как бы, знаки. Убэма эминубо, да, а в чем же, а через что, или что послужило тем, что народ, все-таки, как бы, поверил в него. А это произошло как раз вот в... Я все время пытаюсь быстренько придумать слово русское, перевод, слово Маамад. Маамад это... Мы переводим традиционно Маамад Арсенай, стояние у горы Синайский, либо Синайское откровение. Хотя Маамад на иврите, это... В присутствии... Когда говорится, например, что было некоторое собрание, да, какое-то, и говорится, бэ Маамад, анаси, в присутствии президента. То есть Маамад это некоторое вот стояние всех, то есть какое-то некоторое торжественное собрание, которое имеет некоторый статус. Вот это вот статус вот этого стояния у Синайской горы, это было Синайское откровение. Что в нем было как бы отличного? Отличного в нем было в том, что... Наши глаза видели, то есть всех стоящих там, выло зар, а не глаза чужих, которые нас... То есть глаза других, которые нам передали. Азнэну шаму наши уши ли слышали, выло ахэр, да. А не кто-то другой слышал и передал нам, да. То есть опять, если бы это все происходило один на один, Моше и Всевышний, то Моше мог бы спуститься и сказать, вот я видел, были голоса, были фаэ, это было то, сего, пятое, десятое. И народ, как бы, если бы он шел за тем, чтобы поверить Моше, то они поверили, а евреи не поверили. Выразили сафэк. Поэтому было важно, важно для того, чтобы было непосредственное явление Всевышнего. И мы что видели? Аэшвэ, акулот, вэлэпидим. Мы видели огонь с небес, мы физически как бы ощущали голоса. То есть голоса были такие, что их как бы видели. Тоже не очень понятно, каким образом происходит физический эффект, но голос Всевышнего был настолько явственный, что его осуществляли как некоторую субстанцию. Так надо понять. Потому что когда говорят, ауэ, это акулот. По идее, человек не может видеть звуковые волны. Вот я же с вами разговариваю, правильно? Видите, у меня голос шевелится губой, но вы реально не видите звуковые волны. Они как бы ощущали. Да, мы электромагнитные волны тоже не ощущаем. Но тем не менее, вот здесь было сказано, что голос Всевышнего, они каким-то образом, внутренностью ощущали его как некоторую физическую субстанцию. Вэлэпидим. Вэлэпидим – это как бы факелы, а окни, и все, что сопровождало Синайское откровение. Вэу нагаш эль арафэль, и он подступил к облаку или к туману, в том смысле, не гаш, я думаю, мошэ, да? Вэаколь медабэрэй лав, и голос, голос Всевышнего говорит с ним. Вэану шумим, мошэ, мошэ, и мы слышим, да, как голос Всевышнего говорит, мошэ, мошэ, призывает Всевышнего. Лэхэ мор лаэн, каха вэкаха, иди расскажи им. То есть, грубо говоря, все происходит вживую. Все происходит вживую, а не дистанционно, как у нас в жизни, скажем, и не от передачи от одного к другому. Все происходит вживую, поэтому народ поверил, поверил в то, что он видел, поверил в то, что он слышал. Откуда следует, что вот это стояние у горы Синайского, да, вот вся вот эта торжественная церемония, да, она сама по себе, да, является доказательством того, что доказательством пророчества мошэ, что оно является истинным, и не является эйнбо дофи. Дофи в данном случае имеется в виду вне днем надуманности, лжи, придуманности, что-то типа этого, да. В современном рите тоже есть такое выражение латиль дофи. Латиль дофи – это означает, ну, в общем, сообщать некоторые сведения о человеке, которые выделяют его в другую сторону. То есть, например, на суде, если свидетель будет говорить про кого-то и будет говорить, например, что вообще за ним такое велось, что он, например, мы часто слышали, что он там, например, грубости говорит, женщинам представляет еще что-то. Я буду лепить некоторый образ человека, да, это называется латиль дофи. То есть как бы он вел себя странным образом. Вот странностей в этом не было. То есть мошэ от себя тяны не было. Эйнбо дофи. Как сказано, это тот посуд, который мы читали. Вот я приду к тебе в облаке густом. Для чего? Для того, чтобы услышал народ мое говорение с тобой. И в тебя тоже поверят навечно. Окей, это конец цитаты из Рамбама. Дальше. Из этих слов мы явствуем, что до синайского стояния, до вот этой торжественной церемонии, народ не верил в мошэ абсолютным образом. В офин мухла. Он как бы верил в нем, но каким-то таким образом, что, в общем, там был какой-то примесель, оттенок некоторых сомнений и дополнительных мыслей. Вот слово «ирур» вот здесь вот, вот здесь вот. Леганер – это всегда вот это повторение двухбуквенно, оно всегда говорит о некотором как бы явлении, которое повторяется. Например, «ле-гад-гет» – это эхо, как эхо. Это «ле-гад-гет». А вот «ле-гар-гер» – это когда у человека есть какая-то мысль, она у него так крутится, 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 и не выходит. Называется «ле-гар-гет». Это называется «ирурим». Когда человек, его мучают какие-то сомнения, его не оставляют. Окей, читаем дальше. И можно уточнить, что вот этот Синайское откровение или вся вот эта церемония у горы Синай, она представляла собой некоторое что-то такое «хидуш», что-то новое, новое переживание, новое ощущение, новая ступенька веры – это я от себя добавляю в эти ощущения, чтобы было понятно, что означает слово «хидуш». И это следует также из того вступления, которое предшествует десяти речениям. Асэр-ди-барот. Анухья ашемилокреха ашэру цитиха мэра цмисай мебейта Вадим. Где сказано, подчеркнуто, «Я Всевышний, который вывел тебя из земли Израиля, из дома рабства». Да? Вот это тоже интересно. Да. Значит, мы здесь видим, да, вы чувствуете, если не принимать это слова, как слышимые много раз, и которые как бы протекают на автомате, а буквально разбирать их, как будто вы слышите первый раз, действительно такое впечатление, что приходит Всевышний, он представляет некую визитную карточку, правильно? На этой визитной карточке говорит, «Привет, я Всевышний». Они говорят, «Кто такой Всевышний?» А вот Всевышний, который вывел вас из Египта, из дома рабства. Вот это вот то, что написано. И сейчас Рафширке прямыми простыми примерами из обычной жизни, да, он нам показывает, на что это похоже. «Мадоа бухэра кадышбарулы, заводят Ацмор, ипнея шумааф, дэрах и тятмисрая». А почему же тогда Всевышний, он выбирает, как бы, идентифицировать себя перед своими слушателями, перед своей аудиторией, через выход из Египта. «Ненасэ ливнот мишпад бааль офи тахбери домэ». Он говорит, «Давайте попробуем представить некоторое предложение, сходное по смыслу, из простой жизненной ситуации». Да? Приходит человек и говорит, «А не Ицек, не вгаш, но это мольбэ шум». Приходит Ицек в некоторую аудиторию, да, в группе людей говорит, «Ребят, я Ицек, мы вчера встретились на рынке». Да? Почему он так говорит? Очень просто, потому что Адам Бешем Ицек, человек по имени Ицек, Мицек и досконбер в ней плоне, потому что человек, которого зовут Ицек, он представляет себя перед нек, нек, некто человеком, да, и некоторыми людьми, и мессоенами в гашкодем. Да? И он подчеркивает, он как бы связывает себя с событием, которое происходило. Кто такой Ицек? Думаю, «Ну я же Ицек, который на рынке встретился». Вот он как бы говорит, «Ицека помнишься рынком? Вот это он и я и есть. И человек автоматически у него происходит ассоциация. А, я был на рынке, видел Ицека, это тот самый Ицц. А он говорит, «А, все, понял, да, ты тот самый Ицек». Окей? Дальше. Шираби говорит, «Мадо еш сорок ладишта, мебгашакодем». А почему ему возникает необходимость подчеркивать вот это предыдущее событие, событие, обстоятельства? В данном случае про Ицека это встреча на рынке. «Меки ванши Ицек нир айом шчоне, мекфиши нир ает моль». Вот это интересная ситуация. Например, Ицек-то был в рабочей одежде в комбинезоне, а сейчас он в смотнике во фраке. Все. Вот пример из жизни. Я как раз буквально вспомнил этот пасук и рассказал жене. Какой ситуация? Я вхожу в подъезд. Рядом в подъезде у меня стоит человек. Я мучительно, вот просто мучительно понимаю, что я этого человека видел огромное количество раз в жизни. Но я никак не могу понять, кто это. Он ко мне обращается, говорит, «Натман, привет, как поживаешь? Помочь? Я что-то там мёс, какие-то коробки». Он говорит, «Не, не, я, все нормально». Мне было неудобно признаться. И только когда я пошел в полицию какое-то время, я понял, что это парень, который хозяин магазина, в котором мы часто приходим покупать, а как же нет, селедку и русский хлеб. Окей? Но я не мог себе представить, что это он, причем выглядел, что оно по-другому. Вот здесь ситуация с Иццком, она именно такая. «Этмоль, уа я, ловушь, бигдай вода». Да, вчера Иццк был одет в комбинезон в рабочую одежду. «Вылаем ловуша дуть». А сегодня-то он одет в роскошной одежде, типа в смокинге. Вот пришел в филармонию, видите, там филармония Иццка. Мучительно думаете, блин, что ж такое, я же видел эту, эту рожу мне знакомых. Все, Иццк говорит, вот тут и Раша, и Раша объясняет точно так же. «Лэфиша нигла баян кэгибор милхама». А, немножко другая тема, но похожая на Иццка, да, а именно, потому что он проявился, он Всевышний проявился на море, да, на море вся история с ручением Красного моря. «Кэгибор милхама». Как отец, муж войны, так это переводят по-русски, а именно «Кэг воитель». «Воитель, да». «Вынигла кан кэзакэн». А тут-тут, он проявляется как закэн, как мудрец, имеется в виду про Всевышнего, да, там он был воитель, да, вот такой генерал Цааля, а здесь он проявляется как как другой человек. Какой сейчас на рабширке, не хочу как бы делать спойлер, будем читать дальше, очень интересно. «Кэзакэн Малэра Хамим». Здесь он проявляется как старец, который наполнен милосердием, да. «Альтумру штрешу йотэн». И поэтому вы не говорите своем сердце. «А, это две власти, то есть два бога, грубо говоря. Один воитель, а второй милосердный. Всевышний им говорит, «Я тот самый, который вас вывел из Египта, хотя сейчас я выгляжу по-другому». дальше, «Бытьят Мицраем». О, дальше. При выходе из Египта народу было понятно, да, что у бога у него есть, он ставит перед собой политическую задачу. Какую политическую задачу? «Лави унира лаэм гибору семилхама». Поэтому он им представлялся как господь-воитель, который делает для них воины, да, в кавычках, мочит. А, хотя мочит, кстати, вот русское слово мочит. Теперь понятно, откуда оно происходит, потому что египтяну куда пили в море. Вот поэтому слово мочит, это означает с кем-то сильно воевать. Вот действительно, Всевышний замочил египтян в море. Тарте-машва называется по-простому смыслу. Да, окей. А сейчас, сейчас уламбе арсинай эм шам у шай лоа роцела те тора. А, а вот сейчас на горе Синай они слышат, что Бог хочет дать им тору. Тора что? Некоторое религиозное учение. Виата унира лаэм кезакен ба льешива. А, он представляется как просто директор ешива религиозного заведения, то есть супер-религиозный начальник, который хочет их чему-то научить. Значит, это как вести себя в жизни, как относиться к Богу по понятиям как бы души, святости и так дальше. Все он не связан с сионизмом. Окей. Айлоа шеруцела авио там эля арец уэ лоэ авот. И они могут себе представить, что тот Бог, который хочет привести их в землю, Израиль имеется в виду, это Бог отцов, потому что они-то именно про это говорили. Они про Тору ничего не говорили, говорили, будет чинайское дарование. Ваэ лоа шеруцел атет лаэм Тора уэ лоэ муше о. А Бог, который хочет дать им то религиозное учение. Он кто? Он Бог Муше, потому что Муше его так представляет. Ла хэ но мэра кадышбару, поэтому и говорит Всевышний голосовет он. А ни отоэ хат, я тот же самый. Все, нет двойственности, я тот же самый. Все. Амашмаута, амукаши, квиязу, и глубокая понимание вот такого утверждения, и шэээн лэнатэг бэн адати лэ полити, что неправильно разделять между политической доктриной и религиозной доктриной. И тут, не углубляясь как бы рассуждениями, мы видим, что Рафшерки вплотную подводит свою аудиторию к политической доктрине партии религиозных сионистов, которые на своем знамении начертали аимосоединение идеи сионизма с Туратмуши. Вот это вместе называется партия религиозного сионизма. Раньше она называлась Мавдаль, теперь она называется партия религиозного сионизма. Может, забыл, как точно назывались, но не важно. Там свои разборки есть, но в целом это вот такая, это вот идея, это идея, основе которой лежит учение Равкука, Кабалы и так дальше о том, что возвращение народа всем из Израиля это не просто политический процесс, который начал Эрцель и его дальше как бы его осуществились и они осуществили проект Эрцеля. Это не политическая доктрина, не только политическая доктрина, а она основывается на глубоком понимании еврейской традиции, которая говорит о том, что народ Израиля может осуществить свое предназначение и свое личное освобождение, как это было в случае с народом Израиля, которого спасили из рабства в 20 веке спасение евреев из горящей Европы, оно тем не менее представляет не просто процесс физического спасения, и для этого нужна своя страна, это страна не убежище, а это страна воплощения некоторого идеала, честь которого народ Израиля может осуществлять свою универсальную роль, и в данном случае это очень похоже, положение современное, оно очень похоже на положение, которое вот устояние у Синайской горы. Ну, вот так вот этот параграф мы прочитали, если у кого-то есть вопросы, замечания, недоумения, пожалуйста, сейчас самое время не было непонятно, мне было непонятно, народу все понятно. Окей, ну хорошо, будем продвигаться дальше. Есть пока интересная мысль, которую Рафширки в другом месте больше разбивает, что национальная идея, она больше понятна народу Израиля, а религиозная идея больше понятна народу мира, потому что они понимают, что вот у нас традиция от отцов, что нас выведут из Рафса, дадут нам землю, это нам понятно, когда ты говоришь о каком-то мистическом переживании, это что-то, может быть, ты нахватался в Египте или ты нахватался в Медьяне, они чувствуют в этом что-то чуждое, а при этом народу мира, для них как раз понятна вот эта идея какой-то мистики, какая-то религиозная идея, и если читать опять же книгу Шмот внимательно, то Муша знает, что будет дарование Тора, потому что Всевышний, когда ему явился у Горящего Куста, он сказал, что вот доказательство, что вы будете совершать мне служение на этой горе, но потом мы видим, что народу он об этом не говорит, народу он говорит об исходе, вот эту политическую, национальную идею, при этом фараону Муша говорит, что отпусти нас, мы будем служить нашему Богу в пустыне, то есть вот эта идея уйти, чтобы совершить служение религиозное, мистическое, она понятна фараону, как представителю народа, от народа же он это скрывает до какого-то момента, то есть что здесь народы мира не понимают вот эту политическую цель, либо просто от фараона нужно скрыть, что мы уйдем, чтобы он отпустил в конечном итоге, но с фараоном, то есть представителем главной империи народов мира на тот момент Мушик говорит именно на религиозном языке, то, что понимает фараон, что у нас есть тоже Боги, там есть какая-то религия, служение, жертвоприношение, а еврейский народ к этой линии нужно еще получается приучить, то есть они сходу этому не верят, они считают это какой-то выдумкой народов мира, если не сказать, что это вообще какая-то чужда религия, второй Бог и так далее. Да, все правильно ты говоришь, опять, если особенно народ, мы не начинаем сейчас дискуссию, вот я не хочу специально углубляться, хотя мне кажется, на мой взгляд и не только на мой взгляд, это вот как бы центральная, ну, можно сказать слово проблема, это то, что называется Эдгар, то есть это вот некоторый вызов, который стоит перед страной Израиля. Почему? Потому что сейчас народ Израиля через как бы правительство, которое все время падает и опять выбирается, опять падает, опять выбирается, вся идея в том, чтобы каким-то образом создать ситуацию для возможности приличного выживания, договориться с кем-то, отдать кому-то что-то, бросить арабам кусок, отдать им какую-то часть земли, то есть это выглядит как бы логично, давайте как-то договоримся со всеми, чтобы нас оставили в покое, чтобы мы нормально могли жить, мы хотим жить нормально, жить как все, поэтому нет ничего плохого, что нормальное чувство, правильно? Окей, и давайте поэтому как-то со всеми договоримся, но даже не вдаваясь в, как можно себе представить, в ошибочность такой доктрины, исходя из того, что мы сейчас изучаем, а именно, только что нам Рафшерки объяснил, что есть две вещи, которые слиты вместе, и о них невозможно разделить, политическая доктрина, на тот момент стояние у горы Синаи это был приход в землю Израиля, на сегодняшний момент это спокойное проживание, насколько возможно спокойное проживание, как в Европе, у нас все время говорят Швейц, все время сварят в Швейцарии, да, вот проживание как в Швейцарии, вроде тут у нас и стартапы есть, и импорт большой, экспорт большой, и все, вполне можно хорошо жить, но почему-то как бы вот так не происходит, все время что-то такое, не дай бог, происходит, эти теракты, и все, и нападают все время кто-то, все время есть какой-то, и надо с кем-то договариваться, да, то есть вот политическая идея, жить спокойно, а как бы универсальное значение, например, выражено в Храмовой горе, в которой 75% из Рудян опрошенных говорят, мы вообще не понимаем, зачем она нужна, а 99% опрошенных арабов говорят, это центр наших проблем, понимаете, а Храмовая гора, в том смысле, что дом молит для всех, дом молит для всех народов, она как бы выражает некоторое универсальное значение, а зельтяне хотят разделить в своем большинстве, опять же, я никого не осуждаю, они уже такой умные, это реально вполне понятно и логично, и представляется вполне логично, на этом все время играли, и играют, селословские соглашения не были именно о том, чтобы показать, все очень логично, давайте разделимся, будем жить дружно, постраиваем забор, здесь один народ, здесь другой народ, мы им будем помогать, все было, новый Ближний Восток, такая идея была, тебе даже не говоря о том, что теоретически это неправильно, но самое главное доказать, что практически все проваливается, это не работает, даже сейчас самые нормальные люди, которые совершенно не читают Равушерки, совершенно не занимаются моим сионизмом, когда с ними разговариваешь, они говорят, да, мы с тобой согласны, прошло 20 лет, это не работает, все, не работает, почему, ну мы-то знаем ответ, потому что мы такие умные, мы LAUШерки считаем, мы знаем, это не работает, почему, Потому что, видимо, сверху не такое предназначение. Поэтому ты не можешь пробить головой стенку, которая подставлена. Ты должен идти в другом направлении. А чем дольше будешь это не понимать, тем сильнее будут удары об стенку головой. Ну, такая простая схема, которая, к сожалению, по жизни выглядит очень болезненно. Это то, что происходит все время в Израиле. Окей. Получается, что и тогда, в пустыне, и сейчас народ Израиля стоит перед такой дилеммой. Мы существуем для себя или для других. То, что им было сказано, что мамлехид Куанин, царство священников, народ святой, для них вот это вызвало именно недоверие. Что мы будем для других работать с священниками. Зачем? Мы будем жить сами в своей земле. Присоемся от рабства. Так же и сейчас, как ты говоришь, в Швейцарии. Как все народы замечают. Нет, оказывается, что есть вот этот самый Иоут, да, высшее предназначение, ради которого они выведены из Галута. Да. Смотри, в народе существует некое... Ну, смотри, я как бы говорю бы Клалию в общем. Но мне кажется, я правильно отражаю ситуацию, которая просто не то, чтобы на своей шкуре. Можно сказать, на своей шкуре 35 лет. Мы это ощущаем здесь. То есть мы можем прочувствовать и реально аутентично сказать, что происходит здесь в Израиле. Мы здесь живем уже не один год, да, уже 36-й год пошел. У народа, с одной стороны, да, есть некоторое такое внутреннее ощущение, вот как будто тебе, у тебя есть хороший босс, да, который тебе все время дает некоторые поблажки. Он тебе бонусы дает, да. Вот, и так бы, как будто тут у меня чувствует, что как бы это называется на иврите Магели. Мне это положено. За что? Ну, он любит меня. Он меня выбрал. Вот скажешь, он избран. Он меня выбрал, он меня любит. И поэтому начинается. Поэтому он меня вывел, поэтому собрал, поэтому не дал рассеяться в изгнании, поэтому привел сюда. Ну, была катастрофа, да, случился прокол, грубо говоря, да, так вот опять чудовищная вещь, не укладывается в голове, но вот так в нашей как бы схеме, да. Ну, произошло, непонятно, ну, давайте, понять это невозможно, отставим это в сторону, да. Бывают какие-то вещи, которые понять в жизни невозможно, чудовищно происходят. Было некоторые чудовищные события, которые невозможно понять. Но в целом он нас любит, он нам дает бонусы, да, и у нас головы работают хорошо в своем большинстве. Смотрите, какие у нас старты, у нас там айтыки все, пятые, десятые. Но при этом, при этом, при этом, по-видимому, народ отталкивает от себя, что это не бонус. Это дается за что-то. То есть тебя награждают чем-то, да, то, что называется амсегула. Опять, я всегда это повторяю. Почему? Потому что есть сегула и невхар. Невхар – это избранный, то, что по-русски переводится. Избранный, да, это вот избранные люди. Вот есть трибуны для избранных. Вот есть простые люди. А вот здесь сидят избранные. Почему они избранные? Ну, может быть, даже их никто особенно не избирал, но вот они как бы там сидят. Начиналось в царе графья, там, пятая, десятая, а сейчас президент и еще там кто-то сидит. Вот в Виайпе сидят. А есть сегула. Что такое сегула? А к слову мессугаль. Мессугаль способен. Вот молоток, почему он мессугаль, литфок мосмер, он способен забить гвоздь. Почему? Потому что он мессугаль. В нем есть это сегула. Сегула – это не избранность, а это выделенность и наделение особыми свойствами для выполнения определенной задачи. Вот так много в одном слове. Это амсегула. Вот это называется амсегула. А народ, народ, ну опять мы говорим народ, неважно, мы все как бы чисто человеческое чувство разделить и сказать, да, что на самом деле это не сегула, а это не вхар. Вот не вхар это по-простому. Вот есть Вася, а есть Абрам. А вот Абрам избранный. Вот все. А вот у него стартапы, вот у него кайп, вот у него как бы все, экономика хорошая. Почему? А вот так выбрали его. На самом деле это не так. Это не так, потому что он не просто невхар, а он мессугаль, он этот Абрам, его сделали так, что он мессугаль, мессугаль, сделает для всех нечто большее. И ради этого, ради этого его привели сюда. А это очень тяжело понять по жизни. Потому что это накладывает совершенно другой пласт на нормальное здоровое понимание жизни, новый Ближний Восток и так дальше. Со всеми договориться. Договориться не получится. Сто процентов не получится. Часто видны все. Окей. Тов, ну хорошо. Да, это как говорят, что есть свобода от и свобода для. Мы освободились от Египта или от других народов. Просто освободились. И теперь мы сидим в этой ложе VIP. Но на самом деле это избавление было для, с определенной целью. Конечно. Конечно, невозможно по-другому. Невозможно это просто понять. Невозможно это понять. Но когда человек находится внутри, то, соответственно, тяжело это осознать. Окей. Ну хорошо. Продвигаемся дальше. Народ, если будут какие-то мысли, да, если они вам кажутся ошибочными, не к месту и все прочее, я вас уверяю, что они настолько же ошибочны, насколько и наши мысли могут быть ошибочны. И они все к месту, поэтому, пожалуйста, как бы участвуйте в нашем обсуждении. Окей. Ну хорошо, читаем дальше. Читаешь? Тогда я продолжу, если нет вопросов. Из стихов, описывающих откровения на горе Синай, возникает мысль, что сыновья Израиля не приняли Тору, как что-то само собой разумеющее. Интересно, я хочу только для тех, кто, может быть, изучает Ирск, это очень интересно, да? Я думаю, что у вас это тоже, знаете, слово «софэк». Софэк, как ты перевел? Сомнение. Сомнение, правильно, да. А что-то, кто такой сапак? Поставщик. Сапак – это то, что по-русски провайдер называется в языке. Тот, кто интернет тебе дает, да? Не таштит инфраструктуру, а которая тебя прикрепает к интернету. Он называется «сапак». «Лес-сапэк» – это удовлетворять, да? Удовлетворять какие-то нужды. Интересно, что как бы по-русски недоразумение от слова «разум». То есть ты как бы мозгами не доходишь до чего-то. На иврите «софэк» от слова «лес-сапэк». Для того, чтобы у человека пропал «софэк», его надо «лес-сапэк». Ему надо дать что-то, чтобы этот «софэк» пропал. Интересно, как бы, ну, может быть, другой подход. Вся, очень интересно, как это строится. Вот «лес-сапэк» – «сапак», да? Это совершенно обыденное слово. На иврите «поставщик» называется «сапак». Вот «сапак», который тебе, он, мы «сапэк», тебе всякие эти самые царахи, муцарим, эти изделия и так дальше. А вот интересно, на коренной смысле, совсем как бы не связано с материальным миром. Слово «софэк». «Софэк» – это то, что человек в голове, а не то, что у него в руках. Но получается, что у человека, и то, что у него в голове, оно разрешается тем, что у него в руках. И вот это, мне кажется, очень похоже на это состояние у Синайской горы. Что «софэк», который у них был, он разрешился тем, что они сказали, опять, мне кажется, очень еврейские подходы, они говорят, мы хотим руками пощупать, мы хотим услышать Всевышнего, как он говорит. И тогда вот этот «софэк» у нас разрешится, что мы будем мысупаким, мы хотим подержаться. Вот дай нам подержаться, дай услышать. Тогда «софэка» не будет. Вот это интересно. Они через мозгами. А через мозгами, может быть, Машев пробовал, у них это не прошло. Сказали, нет, хотим, чтобы был, хотим быть мысупаким. Все. Ты «софэк» лану. Ты «софэк» лану. Окей. То есть им что-то не хватает, да, поэтому они находятся в состоянии «софэк». Да, не на умозрительном уровне. Они говорят «сипук». Сипук – это творение. Да, это тоже такое сипук. Это, может быть, и в любом случае человек там, не знаю, был голоден, наелся, пятый-десятый. Вот это называется «сипук». Сипук, когда у тебя проходит «софэк». Они ему сказали, мы хотим вещественное доказательство, Всевышний должен разговаривать с нами. Тогда не будет «софэк». Окей. Так, я продолжу, отлично. Они не были готовы получить какое-то чудо в качестве абсолютного доказательства. Абсолютного доказательства миссии, да, посланничества в Мушер Абейну, да, чтобы он определил доказательства, что вот он настоящий посланник того, кто его послал. И только когда они услышали, когда они услышали голос Всевышнего, пишут, тогда они убедились. Видимо, слышание голоса Всевышнего – это что-то сущностно отличающееся от любого возможного чуда. Да. Вы ешь в эфшарута ли шахны агамадам савкан. О, савкан, тоже производное слово, савкан. Савкан – это скептик. Ну, по-русски психология, это как бы новые слова, наигрите проще, потому что это все время от одного корня. Понимаешь? Им они лом и савкан, а за них савкан. Кто такой савкан, у которого есть савкан? Все по-простому. Все вокруг слова вот этого слова «лесапэк», «сипуг». А тот, который… савкан тоже интересно… То есть он неудовлетворенный, поэтому… Удовлетворенным и супак. Удовлетворенным и супак. Да, удовлетворенным и супак. А савкан, как ты правильно сказал, скептик. Или человек, у которого есть савкан. Человек, у которого савкан, он савкан. И вообще это, как бы, это действительно свойство характера. Человек савкан, который все время говорит, да нет, что тут не то, что тут не то. Это то, что по-русски называется. Мы тоже слова, я так понимаю, скептик, скорее всего, не русское. Но это, во всем, то, что мы привыкли называть скептиком. Человек, который подвергает все сомнению. То есть здесь говорится, что вот это синайское откровение, то есть слышать голос Всевышнего, это что-то кардинально другое, чем любые чудеса. Это находится в совсем другой плоскости. Это не чудо. Это принципиально другая вещь, которая способна убедить любого скептика. Вот этого Адама Савкана. Тем более, что здесь речь идет, мне странно, что здесь Рапширский про это не говорит. Речь идет про то, что эти голоса, этот голос Всевышнего не просто слышали, как вы слышите меня, или как я слышу вас, как я слышу Андрея, а Андрей слышит меня. А они написано «Рауэта коло». Они видели коло за то, что по физической природе человек не может видеть звуковые голоса. Правильно? Не может их видеть. А они видели. Видели, чувствовали. Называется «Рауэта коло». Отсюда следует, что стояние у горы Синай не было… Ну как это? Вот именно. Сейчас тоже прононизируем. Это очень хорошее. «Ахизат» и «Наем» – это… А! «Очковтирательство». «Небылачковтирательством», пожалуйста. Вот хорошо. Посмотрите, наявите очень хорошо. Такое «ахизат». Вы знаете слово «ахиза». «Ахизат» – это держание. Держание глаз. Вот я твои глаза сейчас схватаю, да? Да? И я их как бы фокусирую в нужном направлении. Не даю им разбегаться. Я говорю, смотри на меня. «Ахизат» и «Наем». О! Всё! Ты говоришь «О!» Теперь я понял. Почему? Потому что я тебе не дал разбегаться глазами. Если бы ты посмотрел сюда, в другую сторону, и повернулся бы назад, ты бы понял, что ситуация гораздо более сложная. Называется «ахизат» и «Наем» – это придумывание иллюзий вместо реальности, когда я человека заставляю. Вот, опять же, дико извиняюсь, но вот вся доктрина нового Ближнего Востока – это была «ахизат» и «Наем». Почему? Потому что создали людям иллюзию смотрения только вот в определённом направлении, которое оказалось логично. А всё, что не соответствовало этому, всё соответственно вычёт переговорили. Ну, это временная трудность, это пройдёт. Оказалось совершенно неправильно. Вот. И вот как раз вот это вот слово здесь отлично. «Ахизат» и «Наем очковки радиста». Ну только тут как бы глаза одни очки, но во всяком случае я более близкого слова не могу найти по-русски. Вы знаете. То есть это очередной фокус, гипноз, да, в котором евреи были знакомы хорошо в Египте. Которая была в колдовстве колдовства. Да, да, да. Их было этим не удивить. Замечательно. То есть вот это откровение на горе Сина не было очковки радистом, поскольку оно реализовалось на фоне как бы критики, на фоне сомнений и недоверия со стороны как бы слушателей. Слушатели. О, публика-то. Публика еврея была. Их трудно провести. Их намеки не проведёшь. Они говорили ему, что ты нам не втирай вообще очковки радиста. Мы хотим царя вживую услышать. Вот. Они не верили, не стояли и хлопали в ладоши и говорили «Ура! Вива!» Нет. Они проявили САФЭК. И оказалось, что очень по месту проявили САФЭК, недоверие. То есть они изначально были настроены, что их пытаются как-то провести. Проявили с недоверием. И вот это вот является как раз проверкой, доказательством того, что их не провели, потому что они именно на это проверяли. Они именно этого ожидали. Да. И мне кажется, что вот это тоже есть какая-то основа для чего? Для того, что Раф Шерки в других местах нам объясняет, по-видимому, следуя за Раум Куком, о том, что в атеизме, как в некотором, ну не знаю, движении души, скажем, или духовного направления, которое связано со скептизмом. Человек с скептизмом отвечается. Он не принимает как бы на веру, на веру, то, что ему предлагают. В этом есть положительный вид. Через это человек может прийти к каким-то более высоким духовным позициям. Именно почему? Потому что он не доверяет, не принимает. Ну, дальше нам как раз будет объясняться различия по-русски. Или уже это было, что такое вера на иврите, что такое вера по-русски. Тоже очень интересно, как бы другое понимание слов. Но в целом, все равно, это такая идея. Скептизм имеет совершенно свое место в ревидиозной доктрине. И это очень правильно, если человек приходит не просто быть лавут, то, что называется, подушевлением, и такой кай, вот в синагогах поют, и так все здорово, они такие замечательные, и такие бороды, и такие шляпы, и такие черные мантии. Ну, конечно, это избранный народ. Смотри, как они классно выглядят. Видно, что это религиозный человек. Нет. У человека, у которого есть здоровый-здоровый скептицизм, как был у евреев при Синайской, это то, что привело к Синайскому откровению, дарование Торы в том виде, в котором оно было. Это скептизм слушателей. Вот Рафшеркин это напрямую говорит. Получается то, что человечество пришло к атеизму от того, что оно было религиозным в средневековье. Это признак взросления человечества. И теперь, как раз на фоне вот этого скептицизма атеизма, они смогут уже по-настоящему принять уже настоящую веру. Да. Смотри, это, я думаю, перекликается с тем, что у нас будет в следующей главе, а именно Торао Мада. Да. И там, как бы, будет идея о том, что развитие науки в 19 веке… В следующей главе. В следующей главе, да. В следующей главе, да. Развитие науки в 19 веке, да. Стремительное. И, как бы, в 20 веке привело человечество, в всяком случае, до середины 20 века, а в особенности в конце 19 века, к ощущению, что все проблемы, они, все проблемы мировоззрения решаемы с точки зрения наукой. Наука все заказывает 2G24. Теория Дарвина потрясна, все, никакого Бога не надо, все работает. Все все замечательно. Только что оказалось, что сама же наука пришла к идее, к выводу, что это не работает. Не работает. Ни с религиозной точки зрения не работает, так и научно не работает. Все. Поэтому теория относительности Эйнштейна, теория Дарвина частично, она справедлива только в очень ограниченной области и так дальше. Окей. Отлично. То есть человечество, получается, тоже в какой-то мере, возможно, готовится принимать Тору, потому что оно в целом поднялось на ступень вот этого специцизма, да? Да. Потому что вы не верите всему настава. Да. Я думаю, смотри, я думаю, про это говорил Рафширке до этого. Мне кажется, мы про это говорили уже. Но, Александр Ильич, мне кажется, уместно сейчас про это сказать, что в данном случае мы видим действительно ощущение подхода иудаизма от христианства и от ислама, так как мы это понимаем. В каком смысле? В таком смысле, что там все построено именно на ахизат и найм, на держании глаз. Приходит человек и говорит, смотрите на меня. Не смотрите по сторонам, смотрите на меня. Я видел его, он мне сказал так. Я вам пересказываю. Окей. Они, если какой-то человек смотрит, он говорит, послушай, а он говорит, нет, только на меня смотри. Ахизат и найм. А какой евреев? А евреев он сам по-другому. Что он может говорить? Смотрите на меня. Я говорю, нет, не буду смотреть на тебя. Мы ходим по сторонам смотреть. Софэк. Вот из этого Софэка было синайское откровение, которое не было ни одной другой религии. И которое произошло. Это потрясающе. Меня это потрясло, потому что здесь Равширки подчеркивает, что все великое синайское откровение, дарование, то религиозная доктрина произошла из Софэка. Из недоверия. Из недоверия. То есть вера пришла обратным путем через недоверие, через скептицизм. Представляете, какой потрясающий вывод? По-моему, это очень интересно. Меня что-то поразило. Получается то, что сейчас говорят, что у человечества кризис в духовности. На самом деле это все наоборот. Это подготовка к высокому уровню. Да. Похоже, что так. Похоже, что так. Я не помню. Мы уже про это говорили, будем говорить дальше. Но вот тоже, если сейчас на одной ноге отличие подхода как бы иудаизма, христианства и ислама, то, что мы говорили, там приходит один человек, как бы бодет, индивидуум, и говорит, верьте мне. Архизат Энам говорит, не смейте, верьте мне. И все. Они ему верят, так это происходит. Здесь совершенно по-другому. Для меня, для меня, лично для меня. Вот это вот какое-то очень сильное доказательство о справедливости, истинности Синайского откровения. Потому что здесь подход, он совсем другой. И Раф Шерки, по-моему, может быть, дальше будет про это говорить. Я сейчас спойлер делаю, мне кажется, это по месту. Очень интересно, да? Из чего, как можно представить себе истинность Синайского откровения? Грубо говоря, что это было, что это историческое время этого было. Нет никаких исторических доказательств к этому грандиозному явлению. То есть, не нашли никаких мемуаров, не нашли свитков, нет ничего похожего. Но тогда приходят скептики и говорят, но этого не было, это придумано все. А тогда говорят, смотрите, он приводит такой вот интересный пример. По-моему, мы это уже читали, а если нет, если нет, поправь меня. Такой тоже бытовой рассказ. Вот семья такая религиозная, харидимная, живет там, в таком районе Мяшари. Приходит к ним Мойшала и говорит... И вот пример как бы... Пример... Сейчас... А, да. Пример рассказа, который... Сейчас, секундочку, я Иру только выключу, да. Пример рассказа, который выглядит правдиво и неправдиво. Приходит Мойшал и говорит... Приходит домой рваных одеждок. Он спрашивает, Мойшал, что с тобой случилось? А он говорит, папа, тут вот на меня Ицык напал и разобрал мне все одежды и все, побил меня и все. А папа недоверчиво смотрит. Почему? Ну, потому что он знает, что на самом деле очень может быть, что Мойшал просто на дерево подвал и свой там Штраймел порвал. Окей? И это как бы он ему не верит. А вот другой, другой рассказ. Приходит Мойшал и говорит... Пап, что произошло? Он говорит, Мойшал, что произошло? Он говорит, как? Я, говорит, тут у нас Памиашарим и вижу два японца разговаривают со мной по-японски. Он говорит, как так? Он говорит, да, два вот таких вот раскосок разговаривали по-японски. И похоже, что папа ему поверит. Почему? Потому что представить себе ситуацию, что в Мяшал и Шарим идут два японца и начинают разговаривать с Мойшал по-японски, это не вкладывается в рамку будничной жизни. Поэтому он такое придумать не может. А вот оправдать, что он ползал по дереву и разобрал в Штраймеле, да, очень может быть. Поэтому он говорит то же самое. Придумать Синайское откровение, что приходит Бог вживую разговаривать с людьми. Для чего? А вот дальше потрясающая фраза у Рава Шепки. Для того, чтобы научить народ, как готовить кушанье в субботу. Ну, так вот, религиозные законы, да? То есть, суббот незаконны. Он говорит, вот в субботу делайте то-то, то-то. Вот так вы будете свой челн готовить. Он говорит, это придумать невозможно. Ну, понимаешь? Кому в ум придет, что Бог будет разговаривать о том, вся эта мамата арсена ради того, чтобы, значит, что-то так правильно в субботу варить еду. Ну, бессмыслица. Окей? По-моему, это тоже вот такой хороший пример для меня, если он что-то убеждает. То, окей. Ну, хорошо. О, пожалуйста, мы прямо по Раву Шепке идем, да. Эта недельная глава обучает нас позитивной силе сомнений. Сафека, сафека, да. Да. На предложение Маше Рапейну. Да. И не сомневались бы. Гем ло аю зухим лейтгалу ткеширам. Тогда бы они не удостоились прямого откровения. В ло гая лану гайом басис му цак ле в дауд ка Тора. И у нас бы не было сегодня твердого основания достоверности Тора. О! Вот так. Это очень-очень-очень про то, что мы сейчас говорим. Сто процентов. Да? Ну, я не знаю. У нас, во-первых, опять же, традиционный призыв веснарод что-то хочет добавить. Это раз. У нас осталось пять минут. Ну, может быть, начнем. Чуть-чуть буквально зачин первый сделаем. Да. И на этом, может быть, остановимся. Хорошо? Да? Ну, наверное, да. Если нет вопросов, недоумений. Да, недоумений, по-видимому, только у нас двоих. Тох, ну, хорошо. Это, похоже, я действительно забегал чуть-чуть вперед. Поэтому, кажется, сейчас эта тема как раз и будет. А именно достоверность библейского рассказа. Да? И вот есть еще один вопрос, который вообще вполне их место спросить. Каким образом можно понять, представить себе или доказать, что весь библейский рассказ, а именно о Синайском откровении, он не является выдумкой? Тут нам стоит представить или выстроить два основных правила. Айха первый. Ну, дальше говорит. Это вот интересно. Прослушайте внимательно. У меня это как бы тоже было сильное производство впечатлений. А именно, какой первый? Первая основа какая? Любой рассказ в отношении события. Вот на иврите очень такое сильное слово «мэхонэн». Оно и на современном иврите тоже «мэхонэн». Я бы сказал, что по-русски это, по-видимому, такое сложное. Формообразующее. То есть это событие, которое несло в себе заряд образования чего-то. То есть это явление или событие, на основе которого формируется или зиждется что-то. Это называется «мэхонэн». Вы знаете, сейчас этого практически нету. Компьютеры, правильно? Компьютеры все знают. Что такое «конан»? Что такое «конан»? Что такое «конан»? Драйвер. Вот куда диски запихивали? Завелось «конан». Вот отсюда слово «мэхонэн». И отсюда, кстати, есть пель, по-видимому, да, кинун. Кинун – это основание чего-то. Это все от слова… И по-видимому, по-видимому, это чувствует слово «кавана», слово «кавана», слово «кивун». То есть это все то, что дает некоторому направление. Потому что событие, и после этого все стало двигаться в одном направлении. Почему? Потому что это событие, оно было событие «мэхонэн». Окей? Так вот, событие, которое, рассказ в отношении события, результатом которого было формирование национального самосознания, является правдой. Вот это такое утверждение. То есть рассказ, в результате которого формируется национальное самосознание, является правдой. Пример. Ким образом можно знать о том, что французская революция действительно произошла? Нет нужды приезжать во Францию и копаться в исторических документах. Достаточно посмотреть, какое впечатление произвела французская революция на сам французский народ. И во всем мире, во всем западном мире. Для того, чтобы доставить, что она действительно произошла. И то же самое в отношении катастрофы. Имеется в виду речь о катастрофе европейского еврейства. В дополнение или кроме фотографических свидетельств и письменных свидетельств, в отношении которых никто не сомневается в их достоверности. Арая и кронит главным базисным доказательством для истинности о том, что катастрофа имела место. И это коллективная травма шеутира, это хутамаба атоми, которая оставила неизбладимый след, печать еврейскому народу. Каждый, кто всматривается или имеет дело соприкасается с еврейским народом, снаружи, он может понять, осознать, что катастрофа имела место. Почему? Потому что мы, как народ, себя ведем, как люди, которые... Ну, вот это бгуэй-шуа, на которых произв... Можно перевести долго, да? А именно, на которых произошло неизбладимый след катастрофы. Либо не таким красивым языком, но более близко к прямому тексту. Бгуэй-шуа – это люди, которые ущербные, на которых ущербленные катастрофы. Раненые. Раненые. Да, ну, даже раненые, да. Да, да, да. Хотя раненые – это все-таки пацуа, а здесь пагоа. Паго – человек затронутый. Левго – это затронутый. Но на иврите паго – это всегда отрицательный смысл. Левго – это отрицательный смысл. Поэтому ни про нас, ни про кого не будет сказано. Пигуим теракт называется. Пигуим. И это всегда имеет отрицательное значение. Окей. Вот это такое тоже очень интересное высказывание и мысль, да. Мне кажется, очень как бы правильно, да, о том, что нет смысла искать или нет надобности искать подтверждение Синайскому откровению, например, в свитках там в Египте или что-то там еще. Это не надо, да. Почему? Потому что можно сказать, что если народ на протяжении тысячелетий ведет себя в соответствии с канонами законов, которые были приняты на горе Синай, то это говорит о том, что это истина. Почему? Потому что оставил такой след. Иначе этого не может быть. Вот это, может быть, это как-то сховастик, по-моему, называется, да, такая вот некоторая игра. Но, тем не менее, не знаю, мне кажется, это достоверным такое доказательство. Окей. И, хотя, опять, Леавдиль, я говорю, Леавдиль, да, а именно, как бы, не сравним. Когда я это читал, мне приходило в голову, я думаю, что вам это в голову тоже могло прийти. Опять, я говорю, Леавдиль, элэф авдалот, как бы, различая тысячи различиями христианство. Если есть миллионы, есть, наверное, миллиарды христиан, которые ведут себя и вообще христианский мир, означает ли это, что, например, все, что произошло с Иисусом, да, те, 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 как бы, форма, формирующие сознание, мировое сознание христианское, да, последователи, значит, существовало на самом месте? Может быть, что да. Или обратный вопрос. Можно ли представить событие, которое не имело места в действительности, но, тем не менее, было формирующе. Вот это вопрос к аудитории, у меня нет на него ответа, я не знаю. Какие-то примеры можешь привести? Когда… Какого события? Вот я не знаю. Вот, пожалуйста, я не знаю. Событие, которое явно не имело, которое явно надумано, да, но произвело это. Например, высадка марсиан на Земле. Была высадка. Вот мы все время говорим о том, что эти летающие объекты, да, их там видят, то, сё, пятое и десятое. Но никакого формирующего действия не происходит, правильно? Народ как жил, так продолжает жить. Нет, можно себе представить, да, что какая-то группа населения распространяет какую-то идею, допустим, о нашем народе, о его сверхзадачах, о каких-то событиях, которые были в далеком прошлом, да, и они как-то отзываются у народа, и народ в конечном итоге убедил сам себя и в это поверил. И они потом передают это точно так же своим потомкам. Правильно. Сто процентов. Вопрос, что у нас просто на таких больших временных промежутках не может быть никаких доказательств. Здесь Равширке приводит катастрофу и французскую революцию. Но это всё-таки там несколько сотен лет, да, тут уже были какие-то там источники и в других народах. То есть можно понять, да, что французская революция, она всё-таки была, да, но если мы будем углубляться там в какие-то более отдалённые события, вот именно формирующие народы, да, то там как раз вот и непонятно ничего, да, потому что у каждого есть свои какие-то мифы. И проверить их очень сложно. Но понятно, что народы и правители, они очень заинтересованы в том, чтобы взять какое-то явление, да, которое было, и которое может быть сложное. Я сейчас дико извиняюсь, да, мне просто пришло в голову, я не могу это не сказать, мне пришло в голову, дико извиняюсь, кому-то это не понравится, да. Но тем не менее я лично себе это говорю, да. Вот, например, история победы 9 мая. Понятно, что начальство хочет из этого слепить совершенно формообразующее, мы видим на наших глазах, из этого пытаются сделать некую национальную доктрину. На каком-то участке времени, может быть, это работает. На мой взгляд, на этом невозможно будет построить как бы национальное самосознание. Почему? Потому что как бы явление 9 мая, оно было сложное, противоречивое и так дальше. И оно рассыпается как формообразующее. Но тем не менее пытаются сделать. Вот, пожалуйста, пример. Но евреи, которые все время, да, лавды, евреи, которые все время подвигают скептицизму, которые все время пытаются выяснять комментарии с одной стороны, с другой стороны, тем не менее синайское откровение не рассыпается. И даже нерелигиозные люди, да, они все равно соглашаются с тем, что то, что сохранило еврейский народ, такая банальная фраза, то, что сохранило еврейский народ, или клише лучше сказать, в течение двух тысяч лет в Галуте, это было тем не менее то, это было то, что евреи получили на синайском откровении. Теперь вопрос, была она реально линия, судя по тому, какой это оставило след, и какой была форма образования. Таки да, было. Да, такой ответ. Так это предлагает Рафшер. Окей. Интересно, что сейчас происходит в мире, как раз мы сталкиваемся, видим, как работает пропаганда, технология пропаганды, да, если раньше, когда, скажем, не было интернета, каждый народ жил в своем вот этом формообразующем мифе, да, и верил в него, потому что особенно, как бы, негде было его проверить, да, но теперь, когда мир становится более глобальным, да, все видят, что насколько, как бы, делятся люди по разным взглядам на какие-то одни и те же события, да, например, там, ковид был, да, мы видим, что одни люди там, прививочники, антипрививочники, у каждого своя там целая, как бы, миф, да, как бы, и те другие в это верят, у них есть доказательства, они живут в этом мире, у одного там знакомые, которые подтверждают их мир, а у других знакомые, которые подтверждают их мир, да, и вот ты со всем этим наблюдаешь, и как раз, вот, наверное, это для того, чтобы пробудить вот это здоровое недоверие. Правильно, совершенно верно. Совершенно верно. Насколько люди живут в каждой своем мире, да, причем грузами они живут в своем мире, каждый в своем мире вот в этом живут. Да, да, мне тоже кажется, интернет дает как раз возможность вот этого сквозного, вот на этом левеле сквозного просвечивания всего, вот это сквозное просвечивание всего, которое по горизонтали, а не по вертикали, которое это раньше было, да, вертикаль как бы единомыслие, а горизонтальное, это просвечивание скептицизма, это в целом очень правильное явление, потому что люди осознанно через скептицизм приходят к некоторым формообразующим для себя законам, смыслам жизни и так дальше. И в целом, в целом, это совершенно правильное, совершенно прогрессивное направление. Совершенно неправильные люди, которые отличаются от интернета и все прочее. Надо ставить соответствующие фильтры, не смотреть гадости, которые существуют, это пшито, это очевидно. Это, но в целом, в целом, это совершенно правильное явление, которое именно служит выработке вот того самого скептицизма здорового, сафэк, который в результате человек будет мессупак и получит сипук. Окей? Ну, хорошо, на этой радостной ноте мы отлично пообщались, по-моему, во всяком случае, те, кто были с нами вживую, да, те, кто называется руиматокулот. Вот руиматокулот, это зум, пожалуйста, идите в глаз, сто процентов. Вот это еще одно из положительных веяний нашего времени. Ну, хорошо, мы замечательно пообщались, правильно, продвинулись вперед. Подошли к следующей очень интересной теме, вплотную. С Божьей помощью будем продолжать дальше. Хорошо? Спасибо, на следующей неделе с Божьей помощью продолжим. Да, потрясающая вещь, потрясающая вещь. О здоровых сомнениях, о столкновениях. О здоровых сомнениях, да. И так далее. Окей, всем счастливо, пока. Пока, шаву атов. Шаву атов, пока, пока. Продолжение следует...